Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Вы меня давно спрашивали, почему у меня такие губы, почему они такие огромные, почему они такие уродливые. Милена Чижова накачала губы! Нет, ребят, я их не качала. Весь секрет в карандаше для губ в правильном цвете и в правильном его пользовании. И если вы хотите такие же уродливые, огромные и отвратительные губы, как у меня, то вы пришли по адресу, вооружайтесь карандашами и оставайтесь со мной. Сейчас я вас научу, как это делается правильно. Итак, нам понадобится всего две вещи. Это карандаш и ваши губы. Не важно, какие они мои, очень маленькие, очень кривые, сами по себе. В общем, бог меня не наградил и спасаюсь как могу, в общем. И, короче, карандаш тоже должен быть не любой, хотя, конечно, можно приловчиться любым, собственно, как я это и делаю. Но, все-таки, самый эффективный и самый натуральный, если так можно сказать, способ, это выбрать карандаш, который будет оттенка бледного, бледно-шоколадного, шоколадного, бледно-серого, такого нежно-коричневого. В общем, натурального оттенка ближе к коже, либо ближе к темной коже. В общем, вы поняли. Сейчас, допустим, я использовала карандаш от MAC в оттенке OG, потому что это на данный момент мой самый любимый карандаш. Еще от MAC могу посоветовать карандаш сапкалча. И можно сделать еще более натурально, то есть, хоть на все лицо губы нарисовать и будет казаться, что они такие есть на самом деле. Ну, я, конечно, это утрирую, но тем не менее, то есть, чем дальше вы заходите за губы, тем более подходящий цвет у карандаша должен быть. И берите карандаш и рисуйте. Я сейчас вам покажу, как это делать правильно. Тут ничего особо сложного нет. Вы просто берете карандаш и начинаете рисовать над вашими губами. То есть, над контуром губ. Можно, конечно, и над глазами, но как бы... Рисуете желаемую форму, желаемый размер, желаемую пухлость и губки готовы. Ну, а дальше, соответственно, заполняем карандашом все пространство внутри контура. Ну, или можно взять того же цвета помаду, либо блеск. В общем, экспериментируйте, как хотите. Можно это все растушевать с помощью бальзама для губ. В общем, просто делайте и тренируйтесь, и у вас все получится. Даже у меня не всегда получается ровный контур, но так как у меня свои губы кривые, как я уже говорила, мне приходится изощряться, чтобы одну сторону сделать больше, другую чуть меньше, и при этом, чтобы они смотрелись одинаково. В общем, это сущи ад. Но у вас-то губы ровные, я надеюсь. Поэтому у вас все получится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот все получилось. Надеюсь, вам понравилось. Если так, то пожалуйста, поставьте палец вверх. И если вы все еще не подписаны, то подписывайтесь на мой канал. Вот, кстати, у меня есть второй канал. Ссылочка на него будет в описании. И если вы тыкнете на буковку I в правом верхнем углу, вы можете на него перейти и подписаться, потому что там тоже будут интересные вещи. На этом все. Спасибо огромное за просмотр. Люблю вас, зайки. Всем огромных пухлых губ. И до встречи в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok